Друзья, всем привет! Сегодня по традиции постараюсь ответить на общие вопросы по маслам. Наиболее интересные и актуальные собирает для нас мой товарищ Ильдар Новус. Ему задают их автолюбители, а он в свою очередь перенаправляет их мне. Сразу говорю, я не считаю себя гуру в маслах, не корчу из себя специалиста. Как видите, специалистов здесь хватает. Просто имею кое-какой опыт и могу им с вами поделиться. Итак, поехали! Первый вопрос. Можно ли добавлять дополнительные присадки в масло и есть ли от них польза? Вообще почти все автопроизводители запрещают добавлять присадки в моторные масла. Ну, например, давайте возьмем мануал BMW X4. Производитель в нем запрещает использование любых присадок. То же самое можно увидеть и в мануале вагов. Не добавляйте в моторное масло никаких присадок, ибо существует опасность повреждения двигателя. По сути, производители правы, не нужно вам никаких дополнительных присадок. В моторном масле уже все есть. Бездумно добавив левую присадку, вы можете увеличить содержание фосфора, убивающего катализатор, залы, забивающий сажевый фильтр. Можно опасно понизить вязкость моторного масла. Ну или, например, разбалансировать пакет присадок так, что масло быстрее сработается. То есть, хотели как лучше, потратили на это свои деньги, а в итоге сделали только хуже. С другой стороны, если вы подходите к добавлению присадок с умом и расстановкой, читаете инструкцию по присадке, смотрите состав, изучаете анализы присадок на ойл-клубе, а самое главное, готовы пойти на эксперименты и понимаете возможные последствия, то почему бы и нет? Например, есть присадки, отмывающие двигатель, так называемые промывки. Помните, совсем недавно я такую применял от компании Винс. Определенный результат от нее действительно есть. Есть присадки с модификаторами трения, молибденом или вольфрамом, действительно снижающие коэффициент трения и шумность двигателя, а иногда даже и износ. Если есть желание и готовность к экспериментам, то почему нет? Главное использовать присадки серьезных производителей, а не загадочных, непонятных фирм типа рога и копыта. Лично у меня есть доверие к таким брендам, как Винс, Ликвимоли, Матюль, Вальвалин, Кзокс и так далее. Я не доверяю присадочникам, у которых нет серьезного производства и возможности протестировать свои присадки. Когда по телеку или на ютубе агрессивная реклама и громкие заявления, а по факту у фирмы только офис для продаж. Просто за свою историю встречал очень много таких проходимцев, и со многими из-за этого конфликтовал. Но не верю я им, считаю, что это продавцы эликсиров молодости. Они и сами не знают, работают их присадки или нет. Более того, еще и проводят эксперименты на наших машинах. По-серьезному протестировать свои присадки у них нет ни научного потенциала, ни технической возможности. Второй вопрос. Прожарка, машинка трения и заморозка масел. Эти тесты показывают качество масла? Все любительские эксперименты что-то допоказывают. Другое дело, показывают ли они реальную работу масла в двигателе. Например, прожарка – это испарение фракций масла, где в остатке остается спекшийся полимерный загуститель и сгоревший пакет присадок. Грубо говоря, масло испепелили высокой температурой до скелета, и сидят по нему, делают заумные выводы. Притом, с условиями двигателя сходство там очень далекое. Нет ни циркуляции масла, ни вентиляции воздуха. Прожаривается все целиком в одном сосуде, а не циркулирует и охлаждается об детали двигателя. Некоторые до сих пор прожаривают в стеклянных колбах, а у стекла, извините, другая теплопроводность. Вы когда-нибудь видели стеклянный двигатель? Может быть, вы видели картер со стоячим маслом, которому снизу приделана печка? Таких условий там просто не бывает. Вдобавок, у нас много народу ездит на маслах, которые показали очень плохую прожарку. А реально этих страшилок в моторах мы так и не увидели. Прожарка – это запугивание неискушенных в маслах людей. Сказки для бедных. Типа крупные компании, которые разрабатывают рецептуры к моторным маслам, не тестируют их на формирование отложений. Если вы посмотрите любой современный стандарт и его требования, вы увидите там целый перечень испытаний масла на депозиты поршневых колец, турбин, камеры сгорания и так далее. И ни один из таких тестов не имеет ничего общего с прожаркой масла на печке. Машинка трения – то же самое. Однорукий бандит для пиара мелких масляных брендов и выколачивания блогерами монетизации с ютуба. Видели в сети хороший результат с шампунем на машинке трения? Ну вот оно самое. В масло можно добавить море всякой отсебячины, чтобы оно показывало хороший результат. Притом часто это делается рукой, трение там отвращение. То есть самое примитивное, а не возвратно поступательное, как на серьезных приборах. Короче, такое себе. На ютубе и на драйве люди доверчивые, поэтому такие трюки прокатывают. У нас же, если кто-то заваливается с подобными тестами, над ними только посмеются. Почему эти шарманщики и не любят, то и клуб всячески его обсирает. Что касается заморозки масел в минусовые температуры. Да, это косвенно показывает, какие у масла низкотемпературные свойства. Но бывает и так, что одно масло шустрее всех до определенной температуры. А потом раз и резко встает, например, в минус 36. А медленные масла, наоборот, продолжают перетекать. Также заморозка может показать, из какой базы сделано масло. Если оно на паосинтетике, то масло в минус 30 будет чистое, как слеза. Если оно на гидрокрекинге, то оно станет мутным. Третий вопрос. Российские масла, насколько они российские? Имеется в виду сырье и материалы? Я бы сказал так. В большинстве своем наши масла на импортных присадках. Что касается базовых масел, то примерно пополам. Половина баз импортные, половина своего производства. Такие крупные компании, как Роснефть, Лукоил, Татнефть, Газпромнефть, в основном применяют свои базовые масла собственного производства. Если какие-то базы не производят сами, то тогда закупают импорт. Притом иногда наши базовые масла даже лучше импортных. Тот же Лукоил ВИЧВА4. Действительно есть чем гордиться. Очень хорошая очистка базовых масел и низкотемпературные характеристики. Также у нас есть продукты и на чисто отечественных присадках НПП-квалитет. Но, как правило, это очень простые масла с самыми древними спецификациями. Типа АПСЛ, СЕФ, уровня Лукоил Стандарт. Четвертый вопрос. Если прекратят поставки импортных присадок, смогут ли российские заводы выпускать качественные продукты? Да, смогут. Может быть не всех допусков, которые нам необходимы. Но масла будут. Бизнес ведь как вода, он всегда найдет выход. Был бы только спрос. Уже сейчас такие производители, как Синтек, Газпромнефть, переводят свои масла на китайские присадки Ричфул, Бечим, Кангтай и так далее. Так или иначе, скоро то же самое сделают или уже сделали остальные производители. И я скажу вам, что уже видел элементарный состав этих присадок. Не надо их бояться, там все нормально. Там также есть противоизносные присадки на основе фосфора, моющие присадки на основе кальция. В них также встречается органический молибден, низкое содержание серы и так далее. Так что все там нормально, не паникуйте, прорвемся. Плюс будут завозить серый импорт. Без масел мы точно не останемся. Еще один вопрос. Будет ли дефицит импортных масел? Если да, то ожидается ли увеличение количества подделок? Да, многие крупные компании ушли с рынка или встали на паузу. Но выбор масел по-прежнему большой. Вокруг нас полно стран, которые готовы поставлять свои масла на наш рынок. Та же Турция, Китай, Корея или Юго-Восточная Азия. И да, подделок станет много. Многие масла, которые сильно выросли в цене, станут подделывать еще больше. Ибо это выгодно. Следующий вопрос. Есть мнение, что нужно лить масла попроще и менять их почаще. Насколько оно оправдано? Да, это актуально. Лучше менять простые масла короткими интервалами смены, вытесняя загрязнение из двигателя, чем покупать дорогое синтетическое масло и катать на нем по 20 тысяч километров, выжимая из него все соки. Запомните, самое лучшее масло – это свежее масло. Даже самое навороченное синтетика или супервысокое щелочное число никуда не денут продукты сгорания и окисления, пока это все не сольешь вместе с маслом. Какие есть народные способы, позволяющие понять, что масло уже сработалось и его нужно заменить? Да никаких точных способов нет. Потемнение масла ни о чем не говорит. Потирание масла между пальцев – это рукоблудие. Можно, конечно, сделать капельный тест. Это когда капают отработанным маслом на фильтровальную бумагу и смотрят на пятно. У нас на форуме есть раздел, посвященный таким тестам. Но, если честно, при наличии лабораторного анализа, я к таким тестам отношусь как к примерным. Можно ли использовать автомобильное масло в мотоцикле? Да, можно, но не всегда и не во всех случаях. Мотоциклетные масла немного другие. Они часто имеют более крепкий полимерный загуститель, чем масла для автомобилей. Выполняют роль не только моторного масла, но и трансмиссионного. Вдобавок их еще убивает сцепление. В них не должно быть лишних модификаторов трения, иначе будут пробуксовки. В общем, если у вас дорогой и навороченный мотоцикл, я за специальные мотоциклетные масла. Не надо экономить на спичках. Если у вас мотоцикл с простым мотором, то можете лить какой-нибудь лукойл стандарт 15W40, и будет нормально. Также в природе существуют крепкие автомобильные масла, которые одновременно удовлетворяют мотоциклетным запросам. То есть, помимо автомобильных стандартов, имеют мото-стандарт JASA и M-A2. Такие масла можно лить спокойно. Следующий вопрос. Самая правильная замена масла по моточасам. Нужно ли учитывать при этом обороты двигателя? Как правило, хватает и простого подсчета моточасов. Не нужно городить огород и постоянно все усложнять. Все гениальное просто. Пользуйтесь простым временем работы двигателя, то есть моточасами. Если у вас бортовой компьютер не считает моточасы или сбрасывает их каждую поездку, можете пользоваться показанием средней скорости. Берете пробег, например, 6000 километров и делите на среднюю скорость. Получаете моточасы. Ну или покупаете датчик моточасов. Сам пользуюсь таким датчиком с Алиэкспресса, который включается от вибраций. Хорошая штука. Не надо никаких проводов. Наклеил самое вибрирующее место под капотом. И поехал. Стараюсь менять масло через 250 моточасов. Для моего двигателя убийцы это оптимальный интервал. Ну и последний вопрос. Уступают ли минеральные масла синтетическим по защите от износа? И да, и нет. При обычной гражданской эксплуатации минералка ничем не хуже синтетики. Она также дает малый износ и ничем не отличается. Но в теории при высоких температурах и нагрузках могут наступить тяжелые условия, где минералка покажет себя хуже ПАО-синтетики или эстеров. Также и в отрицательные температуры. Застывшая минералка при запуске может дать больший износ, чем шустрая синтетика. Если же минералку использовать по назначению в адекватные для нее температуры, то большего износа вы не получите. Друзья, на сегодня у меня все. Ильдару Новус большое спасибо за интересные вопросы. Надеюсь, был вам полезен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok